Добрый день, дорогие друзья! Прошу оценить видимость изображения на экране. Пожалуйста, по 10-ти бальной шкале напишите. 1 это очень плохо, совсем не видно, 10 видно идеально. Спасибо большое. Прошу оценить слышимость. Нет ли проблем со звуком, все ли хорошо слышно? Спасибо, звук хороший. Итак, мы можем начинать. Добрый вечер. Я очень рад приветствовать каждого из вас на нашей второй тематической встрече, интернет-встрече, вебинаре «Оптимальное здоровье», которая будет посвящена, как всегда, здоровому образу жизни и способам того, как достичь здорового образа жизни, какие продукты питания необходимо употреблять, как правильно ухаживать за собой, за своим телом и, конечно же, какие продукты компании Forever больше всего нам нужны, какие будут помогать нам в нашем отношении, правильно к нашему здоровью. Сегодня я с удовольствием хочу вам представить доктора, менеджера нашей компании, колечко Олега, а также Кульскову Елену, которая расскажет вам в конце семинара о новых продуктах BB-крем. Длительность семинара будет от 40 минут до часа. Я вижу, что сейчас у нас все больше и больше подключается участников, поэтому приглашайте других людей, дистрибьюторам своих клиентов, принять участие в нашем обинаре. Спасибо вам большое, и я передаю слово Олегу Колечеку. Добрый день, дорогие друзья. Я себя вижу, надеюсь, точно так же вы меня видите точно так же хорошо, поэтому давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу. Я рад приветствовать вас из офиса компании Forever, из города Киева. Огромный привет дистрибьюторам всей Украины. Если есть не дистрибьюторы, а приглашенные, напишите, что вы впервые на вебинаре компании Forever. Огромный горячий привет дистрибьюторам с Луганской и Донецкой области. Я понимаю, что там сейчас не сладко, но мы прожьемся. Итак, начинаем наш вебинар. Тема вебинара «Оптимальное здоровье». Оптимальное здоровье, я думаю, это тот вопрос, который может интересовать людей, которые готовы вкладывать в себя, которые готовы заботиться о своем здоровье, которые хотят получать результаты и получать удовольствие от своей жизни, используя те возможности, которые дает нам компания Forever вместе со своим продуктом. я отойду от темы на ненадолго, почему именно об этом говорю я. По образованию я врач, закончил медуниверситет 17 лет назад, оказывается, это так было давно, и со временем сложилось, что у меня специализация в валеологии и реабилитологии. Что это такое? Врач-палеолог – это врач, к которому обращаются пациенты, которые обращаются люди, которые не хотят болеть, а врач-реабилитолог – это врач, к которому обращаются уже пациенты, которым надоело лечиться. В любом случае, меня интересовал вопрос именно, как можно не болеть, как можно не лечиться, как можно просто быть здоровым. Каким образом я пришел к этой мысли? Это было во многом случайно, а мне кажется, со временем, что это было совсем не случайно. На четвертом курсе института я попадал на новый цикл занятий общей гигиены. У нас был госэкзамен, один из четырех госэкзаменов, это экзамен по общей гигиене. И из-за переезда мы опаздывали и вынужден был сесть непосредственно перед выступающим. Это был завкафедрой. По слухам, это был такой серьезный, строгий преподаватель, который очень сильно гонял студентов. Что это за предмет для меня тогда? Это было как-то не совсем понятно. И пришлось эту лекцию выслушивать более внимательно. Через, наверное, минут 20-30, сейчас я уже не помню, мне заинтересовали те мысли, которые я услышал на этой лекции. Она кардинально отличалась от предыдущих трех с половиной лет обучения, потому что говорилось о том, что можно совсем не болеть. Для этого нужно выполнять какие-то нормы, правила, что-то соблюдать. После лекции я подошел к профессору и сказал, что мне это интересно. И я бы хотел поподробнее в этом разобраться. Меня пригласили на кафедру. Сейчас я вообще, наверное, не вспомню, что говорилось на лекциях. Но меня тогда посетила одна мысль, что профилактика лучше, чем медицинская практика. Лучше что-то выполнять, правильно питаться, соблюдать какие-то санитарно-генические нормы, чтобы не лечиться вообще. Потому что до этого объясняли, как нужно лечиться. Ну, соответственно, для того, чтобы лечиться, нужно уже болеть. Я не думал, что кто-то будет получать удовольствие от того, что болеет, но я думал, что каждый из нас прошел этот период в жизни и прошел период лечения. Находясь на кафедре, мы занимались, ну, что значит студенты, готовили научные статьи, готовили, помогали в написании кандидатских диссертаций тех, кто защищался на кафедре. И основная тема многих диссертаций, понятно, были профилактические вопросы медицины. Но меня больше зацепила тема, дословно помню это выражение, тема лабораторных работ, которые проводились на кафедре. Содержание витамина С в овощах и фруктах, привезенных из разных регионов области, если это были регионы экологически загрязненные, то содержание витамина С там стремилось к нулю. Если это были регионы экологически чистые, в основном там велось сельское хозяйство, то оно было, содержание витамина С, оно было ниже нормы, но оно все-таки присутствовало. А уже на теоретических занятиях я услышал о том, что витамин С есть натуральный, есть синтетический, а есть что-то в эстерированных формах. Тогда для меня было непонятное слово, биологические препараты, натуральные препараты, эстерированная форма, но я тогда услышал, это в основном было издание, а это было 17 лет назад, издание, переведенное из американских источников, из европейских медицинских источников, ну как-то вот в памяти отложилось. И тогда мне тоже многие вопросы, я не находил ответов. Я понимал, что можно делать, но в плане, как я приложу эти знания, которые я получил за два с половиной года на кафедре, я не понимал, потому что профилактировать какие-либо заболевания препаратами, которые мы изучали на фармакологии, в принципе, было нереально. И за 4 месяца до госэкзаменов я впервые узнал, что такое сетевой маркетинг, я впервые познакомился с понятием биологические афидные добавки, оно было просто, тоже случайно, но как уже говорил, скорее всего, ничего случайного не бывает. Искал дополнительный заработок, потому что 4 месяца до госэкзаменов оставалось, одной компании. Мне многое не понравилось, потому что что такое биологические афидные добавки, какие-то баночки нам за 6 лет в мединституте не преподавали, что этим можно лечить, тоже я сомневался, но возник вопрос, то, что вышел врач, показал препараты, сказал, что он помогает при онкологии и при аллергии. А я понимал, ну, как обычно начинают либо с себя, либо со своих родителей, что у мамы наследственный онкологический процесс и очень сильная аллергия в течение 10 лет. И приходя на кафедры аллергологии, иммунологии и онкологии, к нам уже обращались к шестому пункту как коллега, потому что мы будем работать в одной индустрии, в одной области. Мне так говорили коллега, вы не понимаете, что это не лечится. Есть методы, которые едут, но понятия лечиться нет. Я решил попробовать, потому что вдруг кто-то, ну, правда, это получается, вышел из системообразованием, сказал, что это помогает. Я начал разбираться, самое главное, что я получил результат. И меня прежде всего интересовали результаты. Не теоретические какие-то основы, хотя это тоже было интересно, а практическое применение, не просто практическое применение, а именно получение конкретного результата. Результаты были неожиданные, то есть в этот год у мамы была аллергия и, скажем так, все нормально с основным заболеванием. Хотя на первом курсе, это уже получается больше 20 лет назад, была первая операция, и не совсем были благоприятные прогнозы. Но дело в том, что в обязательном порядке она уже многие годы принимает биологически активные добавки, потому что задача ее, чтобы она была хороша. На тот момент я четко понимал, что первое мое впечатление по полученным результатам, что биологически активные добавки это не панацея, но альтернатива. Альтернатива другим методам, которым я обучался в течение 6 лет. И мы можем перейти к пониманию, что такое оптимальное здоровье. мы всегда будем останавливаться на применении наших препаратов при любых рекомендациях, о которых мы сегодня будем говорить. Я думаю, что вы согласитесь, что человек состоит из того, что он ест, что он пьет, каким воздухом дышит, ну и, наверное, какие мысли он пускает в свою голову. Поэтому мы остановимся на в основном этих аспектах. Питание, питье, ну и, наверное, о том, почему у одних получается быть здоровым, а у других может быть не совсем. Все начинается с головы. Если вы поймете, зачем вам это нужно, то вы получите идеальные результаты и очень быстро, самое главное, стабильно будете достигать цели. То есть у вас будет нормальное здоровье. Если вы в чем-то сомневаетесь, если вы в это не верите, то и будут определенные проблемы в получении результата. Главное, конечно, принятие решения. Хотя за многие годы консультируя многих людей, часто сталкиваюсь с сомнением, с убеждением, что вот все, что раньше делалось, это было хорошо. Поэтому даже выработалось одно и такой принцип. Если вы собираетесь умирать, не отвлекайтесь. Я вам в этом мешать не буду. Но сразу как-то человек на какие-то граничные рекомендации, он по-другому реагирует, и тогда уже разговор начинается и в другом ключе, а все-таки, да, действительно, что нужно делать для того, чтобы, к сожалению, чаще для того, чтобы выздороветь. Потому что больше обращаются уже к здоровому образу жизни, к каким-либо рекомендациям, имея достаточно серьезные заболевания, зачастую многолетние заболевания. Конечно, уже мы начинаем говорить о питании, о том питании, которым питается человек, потому что прежде всего он состоит из того, что ест. Ест качественную, здоровую пищу, и он хорошо себя чувствует. ест то, что, может быть, не нужно было бы есть, и тогда возникают проблемы со здоровьем. Вы не представляете, насколько мы состоим из того, что мы едим. Оказывается, существует тысячи болезней, но 999 из-за неправильного питания. Поэтому, прежде всего, мы поговорим сейчас об этом. можно остановиться на диетах, что потреблять, что не потреблять. Помимо прочего, есть режим питания, как часто, есть, допустим, суточные биоритмы, когда начинать кушать, когда, ну, когда, я думаю, большинство знают, форума может сказать, что после 18 не есть, а это уже второй вопрос, получается, это или нет. Ну, давайте, как бы, остановимся, с чего начнем. Прежде всего, не есть то, что не портится. Если вы понимаете, что у этого продукта, купленного магазина, огромный срок хранения, или вы понимаете, что этот продукт не портится, то он не сможет перевариться в вашем организме. В принципе, от этого лучше отказаться. Если мы говорим о том, что кушать, то это, прежде всего, максимально или близко к натуральным веществам, фрукты, овощи, огромное количество, злаков. По объему, конечно же, имеет значение тот объем, который мы съедаем. Есть такое выражение, могилу копаем мы ложкой, которая едим. Если учитывать умение, умеренность в потреблении пищи, то не возникает никаких проблем. В свое время, когда не было, наверное, у меня точно не было наличия интернет, в то время, когда я познакомился и впервые задумался о том, что надоело как-то болеть, потому что на шестом курсе было получено очередное заболевание, которое мне сказали врачи и коллеги, что оно будет хроническое, оно хотя впервые в жизни не возникло, мы поспорили, а мне так и сказали, коллега, неужели вы не понимаете, что это у вас хронический, потому что у нас жесткая вода и вот эти последствия будут всегда. Я задумался о том, даже не задумался, тогда я не знал, о чем говорить. Я не согласился с этим. Я согласился с этим в принципе, потому что что лечить хронические заболевания, да, обучался этому 6 лет, но то, что оно у меня будет хроническое, почему-то я оказался против этого. И начал знакомиться с литературой и до сих пор осталось привычкой что-то читать, а сейчас уже и в электронном виде, и аудиокниге, и всегда находить что-то новое. Я познакомился с книгой человека, не имеющего медицинское образование, которого врачи отправили, скажем так, умирать. Это было еще в 80-е годы, а он не согласился с их мнением, не согласился с мнением квалифицированных специалистов в области медицины и начал применять не что-то выбирать, а начал применять все, что нашел. От такого активного занятия своим здоровьем получился классный результат, и он в своей книге осветил все, что он применял. Эта книга как бы в долгие годы наверное и сейчас остается настольной, потому что там из-за того, чтобы у человека была серьезная проблема, в этой книге он осветил и многие вопросы анатомии и физиологии, и они были открыты настолько на простом уровне для обыкновенных людей очень доходчиво. Кто в дальнейшем брал эту книгу, они сталкивались с тем, что очень просто написано, как организм устроен. Я к чему это говорю, как питаться можно говорить долго, а можно просто найти литературу и выбрать для себя схему, диету, то, что нравится. Главное, чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете, тогда и намного результаты будут лучше. Поэтому особенно сейчас при наличии интернета, рекомендаций в социальных сетях вообще не существует никакой проблемы для того, чтобы нормализовать свое питание. Имеет значение, конечно, в питании то, что сочетание различных продуктов, это можно найти в различных рекомендациях по раздельному питанию. Тоже авторы могут быть как иностранные, так и много авторов, которые пишут на русском языке. если мы остановимся по времени приема пищи, на Востоке есть такие рекомендации, что первые два часа организму не нужна пища. Организм отдыхал, организм спал и в идеале это вода, чистая вода, либо просто чай, но никакого питания. Разумеется, без сахара. Эти два часа организма и в дальнейшем некоторое время организм просто очищается от того, что накопилось в предыдущие сутки. Да и в принципе после сна как-то нет особой необходимости в резком накоплении калорий. Но здесь нюанс такой, что не позже, чем через два с половиной часа есть рекомендация плотно позавтракать, полноценно покушать, и знаете такое выражение завтрак нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Соответственно максимальное по объему, по калорийности, по энергетической нагрузке максимальный объем пищи должен приходиться на завтрак. К обеду, кстати, в обед где-то в районе 13 часов у нас суточные биоритмы соответственно и изменения ферментативной гермональной активности организма так складывается, что около 13 часов можно съесть вообще все даже с оговорками, но то, что может не принести вред организму, может принести вред организму, потому что в этот период организм настроен на то, что переваривается, сжигается без каких-либо последствий все что угодно. Ну и рекомендации не кушать после 18 может быть оно сложно выполнимо, но действительно вы получаете огромный положительный результат, когда это соблюдаете. Категорически нельзя есть после 22, потому что ферментативная система там не работает вообще, ферментативная система желудочно-кишечного тракта, и эта пища не только не принесет пользы, а 100% принесет вред организму. Теперь мы можем наложить то, как мы можем использовать наши продукты. Я очень, когда познакомился с продукцией компании Forever, очень остался доволен, что помимо натуральных препаратов, биологически активных добавок, которые решают какие-то проблемы, огромное количество препаратов, которые можно использовать как полноценную пищу. Да, конечно же, это прежде всего любой из соков. Да, конечно же, это коктейль, потому что легкоусваиваемость и качество белка в аминотеине, в коктейле с аминотеином, оно очень помогает как спортсменам, которые используют этот продукт для полноценного питания спортсменов, так и просто в жизни помогает, когда отсыпал в баночку из того же самого продукта, чеснок, чабрец, и потом когда угодно просто выпил этот порошочек, когда есть возможность, а потом как-то уже и привык, я даже не использую шейкер, а просто высыпаю вот порошок, запиваю водой, а потом как бы так быстренько размешиваем это все. И тогда можно отказаться, когда действительно хочется закушать, можно отказаться от каких-либо перекусов, если не получается съесть те же самые яблоки или какие-либо фрукты. Я перестал себя видеть, надеюсь, вы это не заметили. Сейчас все нормально. Поэтому познакомившись с всем ассортиментом продукции Forever, я обратил внимание, что здесь очень много продуктов, которые дают полноценное питание. Мы плавно перейдем к питью, поэтому рассмотрим вариант суточного потребления продукта. Я обратил внимание, что не все готовы по часам использовать различные добавки. Поэтому эти рекомендации не я изобрел, я познакомился, только-только придя в Forever и в принципе мне они очень понравились в каком плане. Можно рекомендуемые препараты применять утром и на ночь, разделив на две равные порции. Я это называю, вы все равно просыпаетесь и засыпаете возле холодильника. Если у вас сок хранится в холодильнике, то не составит труда взять утреннюю дозу препаратов и запить соком. Ключевое фраза запить соком. То же самое можно сделать вечером. Выпить на ночь либо придя домой те препараты, которые вы оставили на вторую половину дня и запить соком. Это проще всего два раза. Меньшая вероятность того, что вы об этом забудете. Но самое важное, что вы продукцию Forever запиваете соком алоэ. Эти препараты тогда и так, помимо того, что они классные, полезные, эффективные, становятся еще максимально биодоступны. Не буду повторяться и пересекаться с предыдущим лектором Наташей Демидовой, которая очень классно рассказала о соке алоэ, о том, что он делает. Поэтому два основных момента. Самые простые вещи. Утром и вечном выпили то, что захотели и запили обязательно соком. Если человек готов использовать какие-то дневные схемы с учетом биоритмов, с учетом питания, то, допустим, такие препараты, как Арктическое море, АБТК, чеснок, чебрец, проще применять, или Гарсиния, проще применять вместе с приемом пищи. Гарсиния чуть раньше, остальные препараты во время или позже еды. Но коктейль можно применять в нескольких направлениях. В обязательных схемах и дистрибьюторах, которые обращаются за рекомендациями и у клиентов фигурирует сок и коктейль, потому что наш организм требует белка, потому что ежедневно огромное количество клеток должны вырастать и обновляться. И нам нужен полноценный продукт, который будет давать возможность организму выращивать полноценные здоровые клетки. Коктейль с аминотеином это тот продукт, который идеально подходит для данной ситуации, потому что мы даем легкоусваиваемый полноценный белок с комплексом ферментов, которые позволяют еще быстрее усваивать аминокислоты организму. И тогда мы получаем и легкоусваиваемый диетический продукт, и мы получаем полноценное питание, которое необходимо для нашего организма. очень удобно использовать наш чай из цветкового алоя, хотя мне больше нравится название цветок алоя только как один компонент. Я называю этот международный межконтинентальный чай, потому что когда даешь знакомому пакетик понюхать, у него как-то более резкие ощущения, сразу многих интересует, а что же входит в этом составе. Каждый находит для себя объяснение, что ему напоминает этот запах, но когда начинают читать, я оставляю просто справочник для того, чтобы человек сам познакомился, я ему в этом не мешал, когда начинают читать, из каких континентов используются компоненты в чае, всем хочется попробовать. Очень удобно, что один пакетик заваривается на полтора-два литра, и его можно пить как горячий, как комнатной температуры, холодным, то есть рекомендации, то что первые два часа можно пить воду до завтрака, идеально восполняет поутру выпили соковое, тот любимый соковое, который вы предпочитаете, и в дальнейшем вы просто пьете чай. Почему чай не только чай, но и просто воду, потому что оказывается большинство людей имеют достаточно большие проблемы с нехваткой воды в организме, большие проблемы с обезвоживанием, больше 50% заболеваний в организме связано именно с водой. Помните такое выражение в старом советском фильме «Губит людей не пиво, губит людей вода». Это говорит о том, что и качество воды, и количество воды, которое мы потребляем, имеет огромное значение для того, как наш организм будет себя чувствовать в течение дня и всей жизни. 75% населения имеет признаки обезвоживания. Даже если обезвоживание организма 2%, то мы это можем ощущать как сухость во рту. Это первый признак обезвоживания. Когда обезвоживание усиливается даже хотя бы до 3%, в организме происходит снижение обменных процессов, получается снижается обмен веществ. Мы это чувствуем в виде сонливости, в виде дневной усталости. достаточно большое полноценное количество жидкости это либо вода, либо пустим, чай, пара, лат, потому что ноль калорий, потому что это не черный чай, потому что используются просто компоненты, которые оказывают влияние на организм, но они несут какой-то калорийной нагрузки. если проблема в нехватке воды у людей достаточно большая стоит, это данные Всемирной Организации Здравоохранения и данные диетологов, которые обращают внимание, что многие проблемы решаются очень просто, даже не так сложно, как казалось бы обыкновенному человеку. Если мы используем 8 стаканов воды, я говорю о чистой воде в сутки, то около 80% людей, страдающих заболеваниями, болями в суставах, почувствуют значительное облегчение. Хотя бы 5 стаканов воды в сутки и 50% защиты от каких-либо неблагоприятных онкологических процессов уже обеспечены организмом. Норма для приема чистой воды, просто воды, это 30 миллиграмм на килограмм веса в сутки. Поэтому нельзя сказать, что нужно 2 литра либо 3 литра. Если вес человека 50 килограмм, то нужно 1,5 литра воды в сутки. Если 80 килограмм, то 2,5 или 2,4 литра нужно в сутки. Нюансы много есть и по воде, по режиму потребления воды. То же самое по приему чая. Не усваивается вода, выпитая залпом. Она просто не может в таком количестве усвоиться организмом. Если уже есть какие-то заболевания в организме, то это даже до отеков. Если просто здоровый организм, ну выпитая, дополнительная грузка на почки. Идеальное потребление один-два глотка через несколько минут. Не могут быть рекомендации через сколько минут. Главное, чтобы это было не залпом. Просто иногда, когда при работе используешь не стакан, а бутылочку, открыл, закрыл, выпил, отложил. сам процесс бутылочка в руке. И вот тогда любая вода, кстати, очень часто использует просто чай в бутылочке прохладный. Те же самые ощущения очень хорошо утоляет жажду. Главное, чтобы вы не пили его залпом, ну, за исключением тех моментов, когда очень хочется пить, но все равно рекомендация идеальный момент, когда вы просто попиваете тот же самый чай. Это же касается и относительно утреннего приема чая. Не обязательно выпить залпом, просто попивать. Очень хорошо утром, когда вы пьете именно максимально теплую жидкость. Это не только объем, но еще и температура дает максимальный эффект очищения расшлаковки организма. Рекомендации, я думаю, не новые, просто я постарался скомпоновать самые простые, легко выполнимые рекомендации, которые дадут максимальный эффект. Точно так же рекомендации заканчивать пить за полчаса, хотя бы за 15 минут до приема пищи. И не запивать еду какой-либо жидкостью. Потому что количество и состав желудочного сока, который выделяется на ту пищу, которую вы потребляли, он выделяется организмом. Если вы этот объем разбавили водой, то организм, а прежде всего желудок, и в дальнейшем есть желудочно-кишечный тракт, скорее всего с этим не согласится. И какие-то возможные проблемы пойдут из-за того, что просто взяли, запили и разбавили желудочный сок, который был рассчитан на ту пищу, которую вы съели. Мы можем еще дальше поговорить о напитках. Это могут быть напитки газированные, напитки с сахаром, напитки в виде соков. Две новости. Одна из них плохая, одна хорошая, но по традиции. То, что мы говорим, опустим газированные напитки с сахаром, я думаю, большинство из нас понимает, что это пить не нужно, во многом даже опасно. А вот мы поговорим о соках. Красивое название, натуральный сок, 100% натуральный, там все написано правда, за исключением первого сока сок, потому что сока там нет. Все компоненты, которые там написаны, даже если написано, что не содержит сахар, значит содержит сахарозаменители, а это возможно еще хуже. Это тот продукт, который пить не может. Минимум пользы не будет. Максимальная вероятность того, что вы только вред нанесете и себе, и очень часто дают дети. Хорошая новая заключается в другом, что у нас есть большой выбор настоящих соков, натуральных соков алоэ, и в том числе дети их с удовольствием пьют. И сок с персиком, и ягодный нектар, и это тот сок, который действительно настоящий сок, тот сок, который не содержит консервантов в нашем понимании, есть только стабилизаторы, которыми являются натуральные витамины, А, С и Е. И этот сок действительно несет максимально, этот сок, как я говорю, невосстановленный, неконцентрированный, неразбавленный, это стопроцентно фреш, который свежевызжатый и стабилизированный. И мы этот сок можем пить. Это идеальный вариант потребления сока. Ну, если вы используете, можете себе позволить соки фреши, пожалуйста, это тоже самое потребление фруктов, только в виде свежевыжатого сока. Для любителей кофе тоже есть такая рекомендация, если уж хочется пить кофе, огромное количество людей обожают этот напиток, то используйте зерновое либо свежесумеренное, не используйте пакетированный. Хотя как вариант у нас есть замечательный фаб, даже два вида фаба по ощущениям на организм ничем не хуже, наоборот эффективнее, легче, на по вкусу кому как нравится, но действительно с обалденными вкусами. Для кого-то больше приемлем фаб икс, для кого-то традиционный сладкий фаб. Так вот, я знаю, что в Харьковском институте были проведены исследования для исследования по растворимому кофе. Они поразили знамих специалистов, которые проводили исследования, не потому, потому, что в некоторых образцах кофе самого кофе не было выявлено. Была какая-то субстанция, которая не выявлена ее происхождение. Дальше может каждый по возможности додумать, как субстанция будет действовать на этот организм. Да, ничего хорошего от этого ждать не придется, но вот как-то она будет действовать. Потому, что рассчитывали, что это будет составляющая кофейных зерен, может быть остатки в обработке, может быть каштаны, желуди или что-то, но даже не определялась субстанция, которая бы могла быть выявлена в этой лаборатории. Если мы говорим о куле или о сладких газированных напитках, то весь нюанс в том, что их вообще нельзя пить. Потому, что первое, это огромное количество сахара, это прежде всего удар по поджелудочной шелезе в стакане около 6-7 ложек сахара, а это очень много, потому, что такой чай никто не пьет. но в виде дополнительных вкусовых компонентов, которые присутствуют в сладких газированных напитках, мы не ощущаем огромное количество сахара. Плюс там содержится достаточное количество кислот, которые по ощущениям они вроде будут дали от жертву, но через определенный промежуток времени вы ощущаете наоборот желание еще выпить, ну а так как под рукой остается бутылочка того же самого напитка, а не стаканчик чистой водички, то вы продолжаете это пить и вроде бы как бы и получаете ощущение, что удаляете жажду, но жажда-то с с течением времени не проходит. Мы поговорили о самых основных компонентах, которые больше всего влияют на здоровье. Это питание, это вода и напитки, которые мы потребляем, потому что мы состоим из того, что едим, пьем, каким воздухом дышим и состоим из того, какие мысли пускаем в свою голову. Я рекомендую знаете как больше прочитать инструкцию по применению своего организма, когда вы поймете, что есть необходимость, есть огромный плюс, если вы начнете разбираться, как устроен ваш организм, что он достаточно ценен и он может вам дать много полезного, интересного, а не просто периодически задумываться о том, как бы это вылечить, как бы здесь не заболеть. Кстати, с применением, с началом применения биологически активных добавок, а это уже 17 лет, полностью отказался от оптичи. и когда сталкиваешься с человеком, который впервые знакомится с биологическими активными добавками, в разговоре возникает вопрос о том, до сегодняшней встречи, чем же он лечился, чем же он занимался, и зачастую даже рассматриваем его аптечки. Я пришел к необычному выводу, судя по домашней аптечке у людей длится не в жизни. Это успокоится и помягче слов, которым используют противопоносные средства. Потому что чаще всего вот эти два препарата, две группы препаратов присутствуют в аптечках. Очень часто, конечно, антибиотики, но это уже вообще край. Если подойти к применению биологически активных добавок компании Forever не как к лекарствам, хотя для многих это будет, конечно же, прежде всего как лекарство, как натуральное лекарство, которое помогут избавиться от тех проблем, которые накопились за годы жизни. Если подойти к продуктам компании Forever как к полноценному питанию, к здоровому питанию, тогда возникнет, тогда отпадет необходимость лечиться. Вы будете просто их применять, применять правильно, тогда отпадет необходимость использования просто вашей аптечки. Она уже останется вам не нужна. Я предлагаю для каждого разобраться, кстати, тоже могу вас обрадовать, у нас есть замечательный справочник и на 100% уверен, что большинство не читало его полностью. Впервые знакомясь в тот момент, когда я познакомился с компанией Forever, я делал просто. Я пролистал справочник, начал читать, думаю, как же это все выучить, понять, запомнить. есть его проще. Тот продукт, который я начинал применять, я первые могу сказать точно 2-3-5 дней, я просто читал каждый день за этот продукт. Но я же его применяю, мне же интересно, мне же интересно, когда его применять, мне же интересно, какое воздействие он будет оказывать на мой организм. И тогда вот это понимание того, что я потребляю, оно постепенно усвоилось и так перешло на большинство, ну скажем так, биологически декоративных давалов, потому что основную массу я попринимал, сейчас даже составляю, даже интересно самому стало, какое количество продуктов, уже несколько десятков, оказалось, что намного больше половины, я попробовал, либо постоянное у меня в применении. Важно понимать, что когда бы вы не приняли решение заняться своим здоровьем, вы должны четко осознавать, что сначала вы работаете на свое здоровье, потом здоровье работает на вас. Когда вы это поймете, для вас станет более естественным прием препаратов. Вам не нужен будет врач, вам нужен будет специалист, у которого есть опыт применения добавок компании Форелла, и есть самое главное, есть результат по их применению. В любом случае, какое бы ни было ваше здоровье, оно хватит вам до конца вашей жизни. И только от вас зависит, насколько качественно вы проживете свою жизнь, потому что на 100% уверен, что нормальный человек предпочтет именно чувствовать себя максимально здоровым. Не болеть, не лечиться, а получать максимум удовольствия от той жизни, которая может быть с применением продукции компании Форевер. Ну, и еще, наверное, использовать возможности бизнеса компании Форевер, чтобы изменить еще и финансовое здоровье при помощи этой замечательной компании. Я буду заканчивать. Я бы хотел, если есть вопросы, сейчас мне на на согласен с вами, тоже любимые. Пробиотик, можно ли запивать соком? Я читал рекомендации, что можно, но использую именно запивать воду. С максимальной, что делает Пробиотик? Рабиотик работает не в желудке. Состав капсулы такой, что она растворяется в тех отделах, где должны быть микрокультуры. И капсула защищает сам Пробиотик от того воздействия желудочного сока, который бы не позволил Пробиотику донести бактерии в те отделы желудочно-кишечного тракта, в которые их не хватает. Поэтому рекомендации или рано утром выпивать до максимального приема пищи, запивая водой, оптимальный вариант, но я использовал и в рекомендациях и сам, получил наверное наиболее приемлемый результат это просто на ночь. На ночь вот вы поели в идеале если мы подходим к этому около 18.00 через 2-3 часа либо непосредственно на ночь выпили одну капсулу Пробиотика при последнем приеме пищи еще есть возможность выпить допустим покушали 18-19 выпили добавки запили соком 20-21 непосредственно на ночь выпили одну маленькую капсулу Пробиотика запили хотя бы просто одним глотком воды в этой ситуации на ночь не имеет значения сколько много воды вы выпили это конечно на любителя но я не буду давать рекомендации на ночь напиваться воды но самое главное что Пробиотик будет действовать уже в течение всей ночи и на желудочно-кишечном тракте где максимально прошла пища и либо ну опять же по ощущениям если по возможности по вашим биоритмам суточным во сколько вы встаете во сколько уходить на работу либо наоборот рано утром но и при условии что вы через несколько часов только начнете кушать по мне по моим рекомендациям по наблюдениям идеальный вариант если использовать пробиотик именно на ночь с какого возраста детям можно давать коктейли можно ли коктейли малышам ежедневно в течение всего года ну вы же даете малышам в каком возрасте даже если мы говорим о раннем возрасте вы же даете какие-то коктейли они тоже белковые только знаете как на каждой баночке написана рекомендация не являясь лекарственным средством и противопоказания индивидуальная непереносимость компонентов теоретически аллергия может быть на все в официальной медицине известны случаи на максимально сильной аллергической реакции в виде анафилактического шока на введение противоаллергических препаратов вроде бы парадокс но это так поэтому теоретически предположить можно все что угодно но в моей практике была рекомендация пациентка она лечила свою дочь сильнейшей аллергией многолетней с кожными проявлениями когда были рекомендации в виде сока алоя пчелиной пыльцы и абсорбента С она посмотрела почитала справочек говорит Олег а это как алоя она привыкла что вызывает аллергия на цитрусовый компонент в абсорбенте С у ребенка аллергия продукция пчеловодства у людей которые у которых многолетняя сильная аллергия это все кто ж мед не ест я говорю давай попробую с минимальных доз но просто по ощущениям многие месяцы человек применяет получил результаты не было никаких проявлений почему потому что и не то того на которое аллергия и не те продукты пчеловодства на которые аллергия да и не те цитрус теоретически возможно но для этого нужно просто попробовать минимальных дозах Анна Дмитриева о детям а мы начали сейчас 5 лет 5 лет начали что это вопрос о коктейле да конечно можно наоборот замечательно потому что детский организм он требует максимального количества питательных веществ витаминов идеальный вариант приема коктейля и витаминной формы будь то теле либо детские витамины тот же самый сок обладает большой витаминной активностью насыщенностью это первая половина дня когда организм еще весь день работать весь день трудиться им нужна полноценная подпитка это не только коктейли это не только соки но те же самые витамины следующий вопрос сколько месяцев в году можно принимать пробиотик как долго подряд вопрос зачем если вы получили результат и он стойкий если вы пробиотик это как с профилактической целью так и в плане устранения дисбактериоза если мы я сто процентов уверен что если применяется пробиотик с целью убрать дисбактериоз то не только один пробиотик но это сок обязательно да и вообще в любой схеме первым продуктом стоит сок не буду как бы повторяться почему но значит вы применяете минимум и сок и пробиотик пусть это будет в разное время но нюанс в чем как только вы получили результаты и закрепили в течение месяца постепенно отойдите от применения пробиотика это не панацея но я вообще привык к тому что не нужно ничего применять постоянно просто дайте организму это наверное за исключением сока потому что обратил внимание что это не только я но и очень многие дистрибьюторы они не прекращают потреблять сок и самые разные по по ощущениям по многие даже именно просто по вкусовым предпочтениям но нравится этот продукт я уверен что он и многим нравится по достижении результата закрепите минимум месяц результат на применение пробиотика а дальше просто попытайтесь какой-то период быть без пробиотика ну а вы будете применять все равно сок вы будете применять какие-то другие биологически активные добавки forever поэтому не страшно если вы все-таки достигли положительного результата и отошли от пробиотика иммубленд детям можно можно нигде не написано как принимать лично не рекомендовал детям иммубленд просто меня в практике не было в основном применяли взрослые потому что у детей уже результаты были хорошие на тех препаратах по нормализации иммунитета тех препаратах которые я рекомендовал это и сок это и коктейли это и очень нравится продукция пчеловодства потому что это продукты с серьезным терапевтическим эффектом только на 100% натуральной основе у них серьезный лечебный эффект настигается он очень быстро не знаю почему не задумывался может быть потому что когда я начинал сотрудничать с форевера у меня иммугленда не было и многие вопросы я достигал вот там где бы применял иммугленд я достигал применения прополиса и чеснок-чебрец особенно понравился прополис потому что он разноплановый если проблема в верхних дыхательных путях часто болит горло это прополис рассасывать и результаты очень хорошие если это уже возникают проблемы в виде колитов нижнего отдела жидочно-кишечного тракта то эту таблетку даже не разжевывают то есть она достаточно сложно растворяется и мы можем локализовывать место применения таблеток рассасывая ее максимально на горло верхней дыхательной пути либо разжевывая допустим для желудка гепатобилиарной системы печени поджелудочной 12-ти пестной кишки и желудочного и либо для нижних отделов кишечника не разжевывают иммунглент ну давайте если действительно есть желание попринимать иммунглент начните с полутаблетки один раз в день потом подсоедините по полутаблетке два раза в день передозировать ну практически нереально есть опять же были случаи применения сок к ребенкам который мама сказала сок пить не будет как вот потом заберем вдруг не захочет откажется он вообще не пьет сок ребенку сок понравился на пике детский организм он намного умнее чем мы он инстинктивно чувствует что нужно ребенок поставил трубочку выпил сок выпил сок в количестве намного больше чем ожидала мама никаких высыпаний никаких отклонений не было ребенок остался доволен но никто не ожидал что организм ребенка я тоже бы не порекомендовал такое количество но ребенок сам захотел ему не важны были мои рекомендации ему важны были ощущения чем более ранний возраст у ребенка тем проще помочь ему потому что организм сам знает что хочет этот ребенок тач лайтл 5 диабетикам подходит или лучше что-то другое подходит там огромное количество препаратов которые улучшают прежде всего работу микроциркуляторного русла работу сердечно-сосудистой системы прежде всего сосудистой системы у меня лично очень хорошие результаты на применение помимо других препаратов минимум это сок и пыльца и очень хорошие результаты по сахарному диабету это как бы минимум продуктов а дальше я в одном убежден не существует сахарного диабета либо какого-либо другого заболевания существует целостный организм у которого есть проблемы и не только эти о котором он говорит это целый организм в котором допустим могут быть одни проблемы но 100% если у человека уже есть какие-то седренные хронические заболевания значит есть какие-то еще о которых он не говорит и вообще не это все проявляется еще с времен института я услышал от одного профессора четкое выражение мне эта мысль очень понравилась что нет здоровых людей есть просто недообследован уже в своей врачебной после институтской практики я в этом убедился даже в ситуации когда многие годы человек применяет натуральные препараты я рассматриваю всегда организм как что-то целое не беру какой-то орган или систему либо заболевания чтобы его лечить есть рекомендации и к счастью у нас есть препараты которые работают на все органы и системы я не могу сказать что продукты пчеловодства пыльца прополис смазочное молочко работают только на какие-то органы системы они работают нет они работают на весь организм поэтому рекомендации которые даже рекомендации с правочника те препараты которые вы будете применять они будут оздоравливать весь организм посоветуйте как подростку 14 лет давать коктейль в школу чем разбавлять можно ли заранее смешивать например утром смешать в 11 часов выпить да конечно за это время ничего с коктейлем не произойдет можно как я рекомендовал как ему будет удобнее я привык высыпать порошочек даже потом даже дома когда применяю беру ложку запиваю либо чаем либо водой если есть возможность именно в бутылочке размешивать то конечно это проще утром вы навели коктейль в 11 12 часов ничего с коктейлем не произойдет советуйте детям для профилактики листов листов не надо профилактировать их нужно убирать чеснок чебрец тот же самый прополис тот же самый сок если вы 100% уверены что есть какие-то паразиты в организме да их нужно убирать но то что сказал минуты две назад если будет хороший иммунитет в данном случае ребенка то никаких листов никаких аллергий не будет вы просто запитываете организм различными препаратами листы да замечательно значит от них надо избавиться это прополис это сок это чеснок чебрец скорее всего и пробиотик потому что при нормальном дисбактериозе там не та среда чтобы листы там еще помещались поэтому я не думаю что это такая большая проблема оно все получится средства при гипертонии это огромное количество препаратов это и вайтов 5 и прежде всего конечно кардио тач минимум это сок это арктическое море это чеснок чебрец очень классный препарат могу так сказать предел мечтания это арджи плюс потому что идеальное решение в нарушении микроциркуляторного прообращения но это прежде всего возникает в каких бы органах системах не было бы нарушения работы сердечно-сосудистой системы прежде всего они начинаются с нарушения капилляров там самые тоненькие мелкие сосуды которые легче всего забиваются очень хорошо пробивать на ночь без знака вопросов скорее всего как утверждение да согласен сам так применял сам так рекомендовал об этом и говорил средства при стенокардии гипертонии щитовидной железы какие использовать и как сложно так я не люблю давать рекомендации просто по телефону потому что возникает много вопросов один вопрос цепляется за другой уверен что помимо стенокардии гипертонии заболевания щитовидной железы что-то есть еще ну конечно же это сок конечно же это опять же какое заболевание ну если стенокардия гипертония да понятно но посмотреть какая причина гипертонии связано ли это заболевание почек как вариант либо это больше состояние сосудов может быть это изменение гормонального фона поэтому отсюда будут рекомендации но базовые конечно есть кстати щитовидная железа и огромное количество операций на которые которые делаются на щитовидной железе это огромная глупость потому что даже в ранней после институтской практики были были случаи когда человек готовился готовясь к операции на щитовидной железе убирал гипертонию и подходя на операцию говорили что все нормально щитовидной железой щитовидная железа это как губка она пропитана даже не можно сказать пропитана капиллярами она состоит из капилляров если есть какая-то проблема есть какая-то проблема в организме то прежде всего эти проявления будут в кровеносном росте прежде всего раз возбудитель или что-то еще есть в крови это будет сказываться на щитовидной железе значит она будет увеличена увеличение щитовидной железы в подавляющем большинстве случаев это функциональное увеличение если вы убираете основную какую-то проблему не нужно отрезать кусочек железы она вам еще пригодится все само собой нормализуется поэтому на кардиогипертония заболевания щитовидной железы это обязательно сок это скорее всего кардиотач а дальше возникают вопросы которые хотелось уточнить хроническое воспаление от почек чтобы принимать время обострения и при ремиссии пилонефрит просто хотелось бы уточнить это более приемлемо если гламирование фрит ну это очень тяжело очень сложно у меня есть такой пациент которая и не только сломировала нефритом а имеет еще огромный комплекс проблем но получила идеальные результаты кстати у меня тот же самый сахарный диабет на одном продукте пыльца я не могу сказать что при хроническом воспалении почек это вам подойдет это нужно смотреть все таки если что напишите но вот человек использовал только один препарат и получил максимально положительные результаты сколько времени могут быть открытыми эти все продукты да сколько угодно сок конечно его можно наверное год хранить как-то так отливал баночку она стояла в холодильнике а потом посмотрел не пропал этот сок просто у меня как-то больше месяца банка сколько не хранится а остальные открытые продукты пока вы их не выпьете многие пытаются хранить капсулы таблетки в холодильнике я не вижу в этом смысла ну наверное чтобы не напрямую в солнечных лучах а так где-то в холодке в тени даже если это комнатная температура жаркое лето ничего страшного нет если вы понимаете есть препараты которые имеют 60 капсул 180 это минимальная курсовая доза есть смысл для себя любимого все-таки побаловать организм не только хорошим препаратом но хорошей схемой хорошим временем приема препарата вот как вы начали пить по 1 по 2 по 3 таблетки в сутки есть смысл чтобы вы препарат применяли курсов вот закончили ну вряд ли у меня как-то не остаются капсулки в каких-то баночках потому что если я ее открыл то я ее допиваю спасибо пожалуйста профилактика лечения простатита но проще профилактика это больше нагружать предстательную железу меньше сидеть больше ходить и вообще ее использовать по назначению а лечение опять же прежде всего нужно сказать что начиная от профилактики это застойное явление застойное явление они начинают сказываться на нарушении нарушении тока крови в этом отделе тем более анатомически там идет такое строение что там специфический кровоток и если идет какой-то воспалительный процесс туда кровь в норме плохо поступает поэтому это кардиотач я говорил по максимуму потому что опять вернусь что вряд ли у человека у кого есть простатит только простатит и все это кардиотач это арджи это виталайз это если говорить из применения просто биологически активных добавок в этой ситуации я услышал рекомендации я давал рекомендации использования местно на проекцию перестательной железы нашего десторана действительно потому что есть идеальная всасываемость любых наружных средств на основе алоэ соответственно противовоспалительный эффект тоже оказывается согласно с вами что нужно индивидуальный подход использовать лечение видите ли ведете ли вы индивидуальный прием если да то вне и как вам можно попасть вне и как ко мне можно попасть не знаю не задумывался потому что не так давно я попал в Киев полтора месяца я здесь поэтому пока не задумывался у мужчины спасибо огромное спасибо за внимание я думаю на сайте компании было написано рекомендации пожелания и этот вопрос как попасть на прием направляйте к Алексею он разберется как попасть ко мне на прием не могу наверное вы первые будете если такое произойдет со стороны больше пишите темы которые можно рассмотреть в следующем вебинаре что понравилось и дальше любые рекомендации пожелания будут сайта благодарить тогда надеюсь до скорых встреч всего хорошего до встречи ну что ж доброе утро forever как принято у нас говорить несмотря на то что уже достаточно много времени спасибо что вы остаетесь с нами на связи меня зовут Пучкова Елена я менеджер компании и мое направление любимое это косметические продукты компании и в частности декоративная косметика которую мы все очень ждем пока ее не предвидится но один из продуктов косметической линии именно по декоративной косметике у нас у нас уже в продаже есть это бибикрем если вы уже с ним ознакомились это замечательно если еще нет то я немножечко буквально 10 минут займу вашего времени расскажу что это за продукт для чего он необходим и почему его стоит взять в двух цветах когда я увидела первый раз бибикрем крем в цвете какао как вы знаете он у нас есть двух видов я наверное даже вот так вот покажу это у нас какао а это у нас натуральный бежевый эти два цвета отличаются достаточно сильно и какао я так посмотрела думаю елки-палки он для негров зачем его сюда привозят на самом деле крем какао очень классный по своей по своей функциональности и по своему назначению я немножечко на белом листе бумаги сделала вот такие два наброска из крема это натуральный бежевый рядом какао и рядом оттенок смешанный то есть при нанесении при смешении бежевого и какао получаются прекрасные оттенки и вы цвет этих оттенков можете подбирать под свою кожу хотя бибикрем его назначение это приспосабливаться под цвет вашей кожи выравнивать ее и делать ее более красивой что же такое бибикрем те кто не знают я даже слышала такую замечательную расшифровку из уст наших дистрибьюторов что это детский крем биби бэйби кто как хочет тот так и называет но на самом деле расшифровка бибикрема это блемишбаум или бьютибаум то есть бальзам красоты не так давно немецким врачом дермокосметологом Кристина и Шрамек он был эта формула была запатентирована и это изначально была регенерирующая мазь 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 которую использовали после тяжелых пластических операций после косметического вмешательства и предназначение бальзама красоты было скрывать недостатки кожи регенерировать шрамы поэтому бибикрем изначально это увлажняющее средство очень сильно увлажняющее средство с хорошими регенерирующими способностями как косметическое средство его начали использовать впервые в Азии и именно азиатские красавицы азиатские модели вывели его на подиум высокой моды сейчас это такое привычное в мире моды и в косметических салонах средство которое используется как консилер праймер увлажняющие средства и прежде всего конечно монтирующие это крем который в себе сочетает и эффект тонального крема и прекрасный уходовый крем в чем особенности BB крема от компании Forever если мы посмотрим на баночку то изначальным и самым активным ингредиентом который пишут на упаковке нашего BB крема это 7% диоксид титана для чего он находится в этом креме в нем именно диоксид титана защищает вашу кожу от солнечных ожогов в креме какао SPF фактор 10 а в креме натуральный бежевый SPF фактор 20 что я вам хочу сказать по личному опыту применения этого продукта и то что говорят ведущие косметологи визажисты которые находятся здесь в Киеве что наш крем прекрасно увлажняет это самое первое что отмечают визажисты это очень важно потому что кожа с большим количеством грима она всегда пересушивается тем более в летний период времени при наличии большого достаточно экстракта листьев оливкового дерева наш крем позволяет кожу выравнивать у меня есть своя история почему я занимаюсь косметикой почему это мое любимое направление и на вопросы вопросы можно писать отвечу на них немножко позже моя любовь с косметикой пошла от неудачной операции на моей коже косметолога и после этого я постоянно борюсь с неровностями кожи и с тем чтобы она у меня всегда выглядела хорошо на сегодняшний момент благодаря продукции компании не только косметической линии но также линейки наших бадов когда мне говорят что ну сколько же вам там лет вы выглядите замечательно хочу вам сказать что завтра мне будет 38 и мне никто не дает этот возраст и все так удивляются зато я могу с гордостью сказать что вот как здорово посмотрите я 100% потребитель продукции и как говорят продукт своего продукта такой немножечко словарный каламбур но на самом деле так и есть Олег говорил о том что мы то что едим на самом деле это так и состояние нашей кожи напрямую зависит от того что мы едим поэтому косметические средства это ну небольшая часть то что нам может помочь на самом деле нам нужно наладить наш внутренний работу внутренних органов и тогда нам не понадобятся никакие дополнительные средства чтобы быть красивыми итак что по BB крему я наношу его на тоник какая у меня процедура умывания особенно летом то что я использую сама и рекомендую своим девочкам те кто у меня спрашивают своим клиентам умываемся жидким мылом сбрызгиваем лицо фестом наносим тоник из серии Соня и дальше наносим BB крем в зависимости от кожи вы должны прочувствовать это действие и должны прочувствовать что вам больше нравится насколько я знаю что тоник он достаточно специфический такой продукт многие говорят о том что он жирный он липнет мне не нравится да он может по каким-то характеристикам не нравится но если вы его используете непрерывно в течение 7-10 дней вы можете посмотреть насколько поменяется ваша кожа и она его будет сразу воспринимать по-другому и под BB крем ничего не нужно кроме обычного тоника хочу сказать что вся косметическая продукция компании Forever она не является монопродукцией она прекрасно сочетается с другими компаниями с другими кремами если у вас там что-то осталось как говорят я хочу попробовать вернее я хочу попробовать вашу продукцию но у меня еще что-то осталось из того чем я пользовалась до знакомства с Forever замечательно вы можете эти продукты комбинировать и получать замечательный результат вы используете увлажняющие крема под BB для комбинированной жирной кожи сейчас в жару повторюсь что самое главное что необходимо под BB крем наносить тоник сейчас в жару не рекомендую наносить никаких дополнительных кремов потому что сам BB крем очень сильно кожу увлажняет ничего дополнительно не нужно дальше можно пользоваться пудрой можно пользоваться бронзатором опять-таки все на ваше усмотрение после BB крема лицо становится вот знаете писали в комментариях что BB крем это своего рода фотошоп соглашусь на 100% соглашусь на 100% потому что действительно особенно те люди у кого пористая кожа они могут увидеть эффект моментально покрывная способность нашего BB крема очень хорошая об этом говорят визажисты и с удовольствием уже многие мои клиенты используют его для проведения на фотосессиях и рекомендуют своим клиентам вы коррестовываете очаровательные глазки да очаровательные глазки один из моих любимых кремов все товары сертифицированы сертификаты вы можете посмотреть на официальном сайте компании и там же есть клинические исследования выводы да и дерматологично конечно они протестованы он закупоривает поры как налка или нет просто есть склонность к появлению акне вот здесь вот вообще удивительно спасибо за вопрос и действительно есть уникальное воздействие на кожу поры бибикрем не закупоривает абсолютно если у вас есть акне есть склонность к этому у меня тоже она есть хотя в моем то возрасте уже этого не должно быть вы увидите вот утром если есть новенькое воспаление к вечеру после бибикрема этого воспаления просто не будет за счет того что в бибикреме точно так же как и в другой продукции косметической компании Forever находится достаточно большой процент алоэ акне наоборот локализовывается снимается воспаление и просто если это не фурункул или там нет созревающего стержня то он тогда даже не проявляется и в этом его уникальная особенность и поэтому я от него в восторге если вы боитесь что поры все-таки будут забиты то обратите внимание что у нас в аксессуарах появилась щеточка косметическая щеточка серии Соня она по-моему стоит порядка 30 гривен и вместе с ней очень здорово умываться когда вы наносите жидкое мыло вы его вспениваете и щеточкой проходитесь по массажным линиям вы получаете и массаж и более глубокую очистку пор да если кому-то есть чем сравнивать девчонки действительно на самом деле покровная способность нашего бибикрема очень отличается от других кремов потому что для сравнения я сходила попробовала в бракард другие крема это небо и земля поэтому спасибо огромное Алексею Емельянову что он добился того чтобы у нас теперь в продаже есть бибикрем то что касается я еще раз остановлюсь на том что в свою косметичку для себя любимых возьмите пожалуйста два крема и натуральный бежевый и какао и вы тогда сможете при помощи какао делать тонировку лица если вы профессионально либо полупрофессионально занимаетесь визажем а если допустим вот натуральный беж он все-таки немножечко с розовинкой моя кожа больше с желтинкой и при смешивании я получаю тот цвет который мне нужен ну ко всему нужно приспособиться и получается шикарная ухоженная кожа действительно вот такой вот своеобразный натуральный фотошоп то что касается расхода продукции тоже хотелось бы обратить внимание что вам этой баночки в которой 45 грамм хватит очень-очень надолго потому что расход минимальный украинский мост естественно одобрено потому что не было бы возможности выставлять продукт здесь на продажу институт морозили вот Михаил мне подсказывает что это институт морозили сертификаты россии наверное есть на рынке россии есть в каждой отдельной странице есть сертификаты да в каждой генические выводы что самое да если вы хотите получить эти сертификаты на руки обращайтесь через официальный сайт компании с запросом и вы вы их можете получить к себе на электронную почту либо скачать на сайте насколько я знаю они выставлены все так как я и обещала времени я займу совсем немножко спасибо вам за ваше внимание спасибо за вопросы оставайтесь красивыми и я думаю до новых встреч всего доброго спасибо Продолжение следует...